Здравствуйте, товарищи! В студии Нил Бабич, это рынки. Ну что ж, много корпоративных новостей. Сегодня рынок акций немного снижается, рубль немного подрастает. Коллеги по РБК подсчитали, что рынок акций по индексу Мосбиржи, если брать за последние 20 лет, рос 14 раз в январе. То бишь 70%, 14 из 20 январей растущие. Интересно, как будет в этом году, но, судя по всему, оптимизм пока на рынке с нами остается. В то же самое время, имеет ли смысл делать такие статистические выкладки? Да, что было раньше, было раньше. Но рынок сейчас очень сильно изменился. О том, что ждать от рынка на ближайшем будущем и на перспективе, мы побеседуем с Андреем Ванином, Газпромбанк инвестиций. Андрей, приветствую вас, спасибо, что с нами. С Новым годом, с прошедшими праздниками. Да, вас тоже. Добрый день. Андрей, вот такой вопрос. Любим мы статистику, любят все статистику, любим смотреть на цифровые ряды и делать какие-то выводы из этого. Никуда от этого не уйти. Что с нашим рынком? 20 лет взяли коллеги по РБК статистику за январь. Ну, любят это дело. Вот в Штатах любят это дело. Там больше, чем за 100 лет берут непрерывную статистику. Говорят, как январь начнешь, так вот весь год закончится. И, как правило, это срабатывает. Что у нас? Можно ли делать выводы на основании вот такого ряда числового 20 раз, 20 данных и делать какие-то выводы из этого? Ну, если все-таки исходить из статистики, то можно сказать, что с 70% вероятностью мы получим растущий январь. Если все-таки чуть-чуть копнуть, то, наверное, есть этому объяснение. В том плане, что декабрь сам по себе конец года. Это бонусы, премии. Я все-таки думаю, что, несмотря на все сложности, 23-й год в России можно, как говорится, занести зачет. В январе продолжаются выплаты премии. Ну, некоторые, кстати, российские компании дивидендами радуют акционеров. Вот это как раз и способствует тому, что часть этих денег приходит на рынок. И если в это время нет негативного фона, то вполне почему рынку не продолжить рост? — Андрей, ну хорошо, я рад за «Газпромбанк инвестиций». Наверняка у вас хорошие бонусы по результатам 2023 года, потому что 2023 год был для всех на финансовом рынке ударным. С другой стороны, рынок акций очень сильно изменился. За те 20 с лишним лет, что он существовал только на моей памяти, надо сказать, были разные этапы. Один этап был до 2008 года, другой этап был до 2015 года. Третий этап сейчас у нас буквально два года стартовал. Чем знаменателен этот последний этап? Тем, что у нас правят балл все-таки физические лица. По данным Московской биржи, мы понятно, что смотрим на них критически, у нас почти 30 миллионов уникальных клиентов с брокерскими счетами на Мосбирже. Но, как бы то ни было, все равно миллионы людей пришли на рынок, и во многом большие массы народа играют роль здесь определенную. И настроение масс нельзя сбрать со счетов. Мосбиржа публиковала данные за декабрь. Вот что интересно. В портфеле частных инвесторов преобладают акции Сбербанка, они еще большую долю завоевали. Обычные акции, обыкновенные акции 30%, привилегированные больше 7%, это в два раза больше, чем в сумме «Газпром» и «Лукойл». «Газпром» обогнал «Лукойл». Акции «Сургут» привилегированные, «Яндекс» догнали по доле в портфелях акции «ГМК Норильский Никель». Но также увеличилась доля «Роснефти», «Магнита» и «Татнефти». В целом, инвестдома дают позитивную оценку рынка в этом году. Если мы посмотрим на прогнозы брокеров, инвестдомов, которые РБК собирает, то мы увидим, что нет ни одного негативного прогноза. Все либо очень позитивные, либо умеренно позитивные. К сожалению, «Газпром» и «Банк инвестиций» сюда, я не знаю, почему не вошел, не опрашивали вас, вы скромные не дали своего анализа. Но сейчас-то вы нам все расскажете. Вот самый консервативный прогноз по индексу Мосбиржи на конец года 3500, самый оптимистичный в нашем опросе 4000. Вы в какой лагерь, куда слоняетесь больше? К ярым оптимистам или к осторожным? Да, к осторожным оптимизмам, оптимистам. Все-таки я думаю, что 3500, 3600 – это такой базовый прогноз. Если чуть-чуть прокомментировать, то на наш, по крайней мере, взгляд, первая половина этого года все-таки будет рынок, ну, если и рост, то это будет такой оптимистический сценарий, потому что ставки высокие, депозиты, ставки тоже высокие, облигации высокие. Все это как раз позволяет инвесторам вкладываться, в первую очередь, в облигации. Тут действительно рынок чуть менее привлекательный, рынок акций. Но вот во второй половине, по крайней мере, сейчас, из января, нам видится, что Центральный банк к лету или летом начнет снижать ставку, и тогда фондовый рынок уже будет более конкурентен. Плюс не надо забывать, вот опять же, с точки зрения выбора частных инвесторов, мы тоже согласны, Сбербанк, это, на наш взгляд, актуальная ставка в 2024 году, это дивидендный период. Вот как раз и Сбербанка, в том числе, ждем дивидендов. Весной, летом дивиденды будут поступать на рынок, это тоже может быть драйвером роста. Поэтому мы, сдержанные оптимисты, более, так сказать, оптимистично смотрим именно на вторую половину 2024 года. Спасибо. Я не знаю, можете ли вы, если не имеете права комментировать акции Газпрома, тогда не комментируйте. Они вышли на второе место, но одно время Лукойло пережал, теперь опять Газпром. Акции Газпрома, по понятным причинам, весь прошлый год, ну, как облигация себя вела надежная. Есть у Газпрома хорошие очень облигации, замещающие, там разные доходности, есть вообще очень интересные. Но вот что касается акций, то кто их держал, тот, конечно, в 2023 году кусает локти. Зачем я это делал? Надо было купить Газпром нефть, например, или Сбербанк, или что-нибудь другое, еще не купи, практически все лучше. И все-таки есть люди, которые не сдаются. Можете сказать про Газпром, вообще, почему все-таки инвесторы наращивают долю? Ну, как говорит нам статистика. Ну, во-первых, Газпром крупная для российской экономики компания, лидер своей отрасли. Я думаю, что, безусловно, это связано с этим. Плюс много инвесторов, кстати, вот вы когда говорили про Эдбалом частные инвесторы, я все-таки бы еще сюда добавил и российские фонды, потому что, ну, много достаточно людей инвестируют не напрямую, а через фонды, которые, а также уже, ну, за них инвестируют на фондовый рынок. И очень много среди них, так называемых индексных фондов, которые повторяют индекс. И вот тут, я думаю, может быть основной спрос, в том числе, на акции Газпрома. Что касается 2023 года, то тут, наверное, ну, много про это говорили, ничего нового не скажу. Газпром, на мой взгляд, одна из наиболее пострадавших компаний. Из-за истории геополитики 2022 года. И пока, к сожалению, вот нету приятных новостей, например, от китайских партнеров, хотя последний комментарий я слышал, что вот-вот, может быть, финальная стадия согласования проекта «Сила Сибири-2». Вот в этом направлении, я думаю, можно ждать позитива для этой компании. Но пока, по понятным причинам, на внутреннем рынке у компании нет драйверов роста. Ну, это отражается в динамике цен акций. Ну, давайте в целом к рынку перейдем. Президент Путин, это новость, по-моему, вчерашняя, или позавчерашняя, вчерашняя, вчера был понедельник, поручил до 1 марта создать механизм страхования инвестиций граждан на ИИС. Ну, наконец-то! А вы верите в то, что в этом году все-таки будет страховка? Как вы расцениваете, нужна ли страховка или не очень нужна? Это повысит надежность инвестиций? И вообще, фактор этот серьезный? Ну, во-первых, на моей памяти, я думаю, раза два эта тема уже появлялась в поле обсуждения. В этот раз, кажется, все-таки заявление более такое утвердительное. Есть высокие шансы, что это случится. На мой взгляд, это, безусловно, положительный факт, потому что все еще большое количество людей, опять же, глядя на статистику, держат деньги подавляющее количество людей в депозитах. И для них очень важным фактором является вот эта гарантия возврата. Хотя, справедливости ради, проблемы в бруксской сфере случаются гораздо реже, нежели в банковской. Но все-таки это эмоциональный, важный, поддерживающий фактор. Поэтому, безусловно, положительная история. Наверное, вопрос нюансов, как это будет реализовано, за счет чего и так далее. Но все-таки, на мой взгляд, безусловно, в целом для рынка это положительно и для частного российского инвестора, в частности. Хорошо. Ну, поговорили о наших, поговорим о беглых, или, скажем так, репатриантах. Компания Тинькофф, кредитные системы, все-таки сообщила нам, что возвращается в Россию при регистрации, может быть, и дивиденды когда-то заплатят. Насколько позитивно это событие? Вчера акции отреагировали, но не сильно. Видимо, все же заложено в цены. Но если посмотреть на динамику акций Тинькофф, то при всем при том, что год был очень хорошим, для всех банков, ну, практически для всех, да, акции подотстали. Подотстали очень серьезно от других. Может быть, вот, возвращение домой, наконец-таки, путь домой, он все исправит? Ну, безусловно, Тинькофф, дай бог мне память, как раз единственная крупная компания, которая зарегистрирована за рубежом из-за торгуемых на бирже. И, ну, по моему опыту, потому, что, говорят наши инвесторы, действительно, в 23-м году люди, ну, по крайней мере, часть людей, избегали акции с иностранной пропиской. И вот я думаю, это, ну, важный фактор. При том, что сама компания читалась в 23-м году, отчиталась достаточно хорошо, она сохранила динамику роста, показала прибыльные показатели. То есть здесь, с точки зрения фундаментальных факторов, все отлично. Пока не отражается в стоимости, это правда. Но, на мой взгляд, это как раз такой потенциал для рассмотрения этой компании, реализуется он в полной мере, на мой взгляд, действительно, при переезде. Не уверен в дивидендах, все-таки компания активно вкладывает в развитие. Сам факт переезда уже будет большим позитивом для акции этой компании. Это здорово, потому что на рынке были и есть предложения купить, так скажем, ОТС акции Тинькофф. Можно арбитраж провести и прочее. Недавно Центральный банк предупреждал, что разные вот схемы эти до добра не доведут. Но посмотрим, оставим их тем, кто любит рисковать. А мы посмотрим вот еще на какую компанию. Поговорили про Тинькофф. Фикс Прайс, кстати, объявила о дивидендах. Тоже хорошо. Может быть, металлурги будут платить дивиденды. Здесь как бы понятна история, почему Северсталь, ММК пользуются спросом. А что с Яндексом? Вот тоже такая же ситуация, когда они там разделятся. Тоже вроде как новости были про переезд домой, но там все посложнее, чем у Тинькоффа. Действительно, там существенно все сложнее, но, опять же, по последней информации, даже уже началась регистрация компании, которая вроде бы, на базе которой может создаваться российская часть Яндекса. Ну, какие-то опять телодвижения, новости есть, но пока нету самого главного. То есть объявление схемы, начало реализации этой схемы. Есть риск, что, возможно, и в этом случае что-то затянется. Наверное, тут акционерам Яндекса я бы, наверное, посоветовал набраться терпения и уже как бы не суетиться. То есть если акционеры прожили в этой акции весь 23-й год, значит, они эти риски приняли, осознали. И я думаю, что стоит подождать все-таки уже, как реализуется разделение компании, переезд или какой-то другой формат, и уже дальше принимать решения. Но при этом, еще раз, безусловно, Яндекс как бизнес, наверное, наиболее растущий из российских крупных компаний и как компания, безусловно, перспективен. Но, безусловно, вопрос, как будет происходить переезд, разделение. Это-то и обидно, что все мимо нас проходят. Вся надежда на Алексея Леонидовича, может, он что-нибудь там. Хотя он, насколько я его знаю, человек такой неторопливый. Ну, ладно, давайте переключимся теперь на другие темы. Времени не так уж много, к сожалению, остается. Вчера ЦБ нас порадовал, вернее, себя порадовал, себя похвалил, почему бы нет. Есть достижения. Темпы просто денежной массы наконец-то стали снижаться. Они у нас были, ого-го, какие, почти 30%. В иные годы только 10%. Ну, для тех, кто не понимает, что это, я по-простому объясню, сколько денег напечатали. Ну, условно говоря, не то, что в ЦБ там на принтере их печатают, а просто сколько было создано денег в виде новых кредитов там и прочее, прочее, прочее. Некоторые связывают вот денежный агрегат М2 с инфляцией. Некоторые считают, что это и есть сама инфляция по классическому старому еще определению 19 века, когда цены не считали, считали денежную массу. Ну, как вы считаете, Андрей, насколько инфляция связана с популярностью акций? Потому что многие считают так, пока у нас есть инфляция, растут и акции. Это тоже классика такая. А вот инфляции нет, там мы уходим куда-то в дефляционную спиральную или снижение роста цен, у нас и в акциях роста не будет. Насколько эта связь работает? Маленький комментарий по поводу М2, потому что мы, например, в своих аналитических заметках очень много тоже акцентируем внимания на этом показателе. И главный здесь фактор того, что с 2022 года он существенно вырос, а фондовый рынок, напоминаю, не вырос. И вот если заглянуть в среднесрочную перспективу, в 2-3 года, может быть, долгосрочную, то, на наш взгляд, это главный вообще фактор для дальнейшего роста фондового рынка. Безусловно, это фактор. То есть будут ли люди эти новые большие деньги нести на рынок? Зависит от компаний, от имитентов и так далее. Но, безусловно, почва для роста, она есть. Что касается замедления. Ну, пока все равно исторически очень высокий темп роста. Скорее всего, он будет действительно замедляться. Это будет влиять на инфляцию. Но, наверное, действительно, если инфляция меньше, то динамика фонда рынка меньше. Но тут нужно помнить, что есть реальная доходность. То есть, условно, рост на 10% при 5-й инфляции, это 5% условно реальной доходности. То есть, ну, в общем, нужно учитывать реальную доходность. Но мы не будем доходить до вульгарного материализма, скажем так. Это не значит, что здесь столько процентов, тут столько процентов. Просто эти вещи коррелируют. Андрей, огромное вам спасибо за ваше время и ваши комментарии. Андрей Иванин, Газпромбанк инвестиций, был с нами на прямой связи. Мы говорили о перспективах рынка акций в этом году. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова